Всем привет! С вами Максим Клеубаев и сайт videosmile.ru. В сегодняшнем уроке мы с вами сделаем вот такую анимацию. Наш урок будет разделен на несколько этапов. Пройдя от первого к последнему этапу, попутно делая рендеры, по итогу мы соберем из наших рендеров вот такую работу. Приступим. Итак, первый этап. В первом этапе мы должны создать вот такую зацикленную анимацию нашей рыбки. Зацикленная анимация означает то, что первый и последний кадр нашей анимации, они совпадают и она проигрывается бесконечно. То есть, когда она доходит до последнего кадра, включается первый кадр, а так как они совпадают, анимация просто продолжается и она получается бесшовная. Итак, мы приступаем к первому этапу. Нам нужно закинуть нашу иллюстрацию. Как вы помните, в прошлом уроке мы делали это через Overlord, потому что нам нужны были пасы и шейпы. Здесь же мы можем просто закидывать наш IE-файл. Мы его переносим. Здесь After Effects предлагает нам несколько вариантов импорта нашей иллюстрации. Нам нужно выбрать вот так. Первое. Мы переносим все композицией, то есть все наши слои будут отдельными слоями внутри композиции. Если мы перенесем футажом, все будет просто на одном изображении. И также мы делаем Layer Size. То есть наши IE-шки обрежутся по размеру слоев, которые были в иллюстраторе. Если мы выберем Document Size, то у нас все будет по нашей композиции обрезан. Так, мы все перенесли. Открываем нашего карпа. Вот так все открылось. Как видите, тут у нас артборд чуть больше. Это из-за того, что у нас здесь текстуры, и они положены у нас масками в иллюстраторе. Это ничего страшного. Это нам никак не помешает. Первое, что мы делаем. Мы включаем нашу текстуру, которая была отключена. Сейчас она выглядит так грязненько. Далее мы должны у нее поставить Blending Mode Soft Light. Чтобы это сделать, мы вот здесь выбираем Soft Light. Если у вас нету вот этого столбца Mode, проверьте, чтобы он был включен вот здесь. Обычно я включаю это и это. Вот этот он в основном не нужен. Он больше нужен для, наверное, монтажа видео в After Effects. То есть тут наше начало, конец композиции, длина и растяжение по времени. После того, как мы сделали наш режим наложения Soft Light, мы выбираем Transparency, чтобы он у нас обрезался по нашей альфа маске, которая у нас в виде вот этих всех слоев. Нажали. Вот она применилась. Если мы сейчас его выберем, покрутим, то увидим, что он у нас обрезается ровно по тем слоям, которые находятся по иерархии под ним. Вот по этим. Если мы их сместим, как видите, текстура остается на месте, задник движется, и она просто обрезается по той альфа маске, которая у нас есть в виде наших слоев. Все, с текстурой мы закончили, мы ее блокируем. То есть нажимаем вот тут вот замочек. Все, теперь она у нас не выбирается. У нас сразу выбирается слой 2. Следующее, что нам нужно сделать, нам нужно все с префиксом 2, вот с двоечкой в начале, нам нужно выделить, я делаю это зажав control на клавиатуре, и выделяю левой кнопкой мыши. Мы их выделили, красим их, допустим, в красный цвет. Вот, покрасили. То же самое делаем с единицей, только красим в желтый, чтобы цвета различались. Сейчас объясню, что это за слои, для чего они нам нужны. Тут у нас есть два варианта туловища. Как видите, они лежат в одном и том же месте. То есть они просто заменяют друг друга. И два вида хвостов. Точнее четыре. У нас два хвоста. Получается основной длинненький и маленький. Тоже в двух вариациях для разных цветов туловища. Это нужно для того, чтобы когда мы сделали анимацию, мы смогли просто отключить слои с двойкой и включить с единицей. И не меняя анимацию, у нас заменилась рыбка. Как вы помните, в начале у нас две рыбы плыло. Вот, это сделано для этого. Теперь мы выбираем наш слой 1 и 2. Это наше туловище. И единицу кладем под двойку. Вот так. Отключаем двойку. Теперь группируем наши хвосты. Я их пронумеровал так. Слой 1, Tail 1 мы группируем со слоем 2, Tail 1. То есть это оба наших длинных хвоста. Если мы вот так вот посмотрим. Вот. Мы их группируем в один Pre-Compose. Выбираем 1, Tail 1 и 2, Tail 1. Нажимаем Ctrl-Shift-C. Ctrl-Shift-C это комбинация клавиш, которые у нас положат в Pre-Compose выделенные нами слои. Нажимаем Ctrl-Shift-C. Называем это Tail 1. Окей. Все. Он у нас готов. То же самое делаем с Tail 2. Ctrl-Shift-C. Tail 2. Теперь, как видите, у нас все желтые слои должны быть включены. Заходим в Tail 1. Смотрим, чтобы желтый слой был включен, а красный выключен. Мы его выключаем, потому что он на полпикселя. Вот тут будет проглядываться у нас. Вот как видите. Раз. Все. Мы его отключили. Включаем только желтые слои. То есть с единичкой. Двойку отключили. Все. В целом у нас уже готова рыба для нашей анимации. Мы ее подготовили. Теперь осталось нам у хвостов. Видите, тут у нас огромный артборд получился. Если мы заходим сюда, у нас много свободного пространства. Как видите, у меня тут есть сетка прозрачности. Она включается вот здесь. То есть либо на черном фоне, либо на белом. Кому как удобнее под разные изображения. Если у вас темное изображение, вы можете включить и увидеть, где у вас есть альфа-канал. Так вот. Сейчас мы займемся тем, что будем их обрезать по композиции. Идеальнее всего и быстрее всего это делается скриптом автокроп. Делается это вот так. В одну кнопку. У нас все сразу же обрезалось. Если у вас нет этого скрипта, это можно сделать руками. Выбираем наши хвосты. Нажимаем кнопку E русскую на клавиатуре. Она еще с кавычками. Тем самым мы включаем наши ориентиры, гайды. Мы кладем хвост по центру. Нажимаем правой кнопкой. Composition settings. И здесь вручную мы подбиваем примерно как-то вот так. Чтобы это было. Чтобы у нас не было больших пустых пространств. И потом хвост приходится вручную вот так вот пододвигать. Вот я это буду делать скриптом, чтобы экономить ваше время. Чтобы мы руками тут долго не настраивали каждую композицию. Можно это делать даже вот так. Мы выбираем нашу композицию, которым мы хотим кропнуть. Нажимаем автокроп. То же самое со второй. Автокроп. Теперь, когда мы подготовили нашу иллюстрацию к анимации, нам нужно выставить anchor point у наших хвостов. Мы выбираем хвост 1. Если сейчас мы захотим поворачивать наш хвост, он будет вращаться вокруг вот этой точки. Сейчас расскажу вам, как можно быстро вращать, не залезая вот сюда. Чтобы вот сюда не залезать каждый раз, не вращать, мы просто нажимаем W на клавиатуре. У нас выбирается инструмент вращения. И выбранный нами слой вращается. Так же с любым. Чтобы вернуться обратно на наш инструмент выделения, мы нажимаем V. Все готово. Теперь, чтобы перенести наш anchor point, мы нажимаем Y. У нас выбирается инструмент переноса нашей якорной точки. И переносим его примерно в центр вот сюда вот хвоста. W. И проверяем, как вращается. Нормально работает. Так же со вторым. Примерно вот так вот сюда переносим. тоже работает. Так, с хвостами мы завершили. Теперь делаем то же самое у одного плавника. Допустим, вот у этого. Мы переносим вот сюда. Все, он вращается. Так же мы можем сразу это сделать у наших усов. Y. Переносим. Проверяем. Мы делаем у плавника и у наших усов по одному файлу, потому что мы просто их потом, когда закончим анимацию, мы их отдублируем и уже подставим на их место, чтобы нам два раза не делать одну и ту же анимацию. Так вот, анимируем наш хвост. Выбираем Tail 1. После того, как мы выбрали его, нам нужно накинуть на него эффект Bend. Пишем тут. Bend. Эффект CC Bend It. Накидываем. Он у нас вот так обрезался. Этот эффект, он изгибает наш слой относительно нашей стартовой и конечной точки. Выбираем нашу стартовую. Ее можно выбрать как вот этим инструментом. То есть у нас появляется тут такой прицел. И мы просто переставляем. Либо руками. Вот примерно вот так мы их выбираем. Важно проверить, чтобы у нас End был в конце хвоста, а Start соответственно в начале. После того, как мы выбрали, проверяем, как он его гнет. Видите, да? Когда хвост гнется, он обрезается по нашему Прекомпозу. Чтобы этого не было, накидываем эффект Grow Bounce. Мы накидываем на хвост и кладем его выше нашего эффекта Bend It. Грубо говоря, он добавляет фантомных пикселей вокруг нашего Прекомпоза. Вот так. Ставим тут значение 100. И теперь наш хвост не обрезается. Но когда заканчивается наш 100 пикселей, как видите, он обрезается. В принципе, 100 пикселей будет достаточно. Мы так сильно не будем гнуть. Но если вам нужен изгиб больше, просто добавляем Grow Bounce больше пикселей. Вот, мы остановимся на значении 100. Если нужно будет в дальнейшем, мы просто добавим сюда больше. Теперь, прежде чем начать анимацию, давайте проверим, какое у нас стоит количество кадров в нашей композиции. Для этого нажимаем правой кнопкой вот сюда. Composition Settings. И тут у нас есть количество кадров, которое у нас есть в секунде. Я настоятельно рекомендую делать такие числа, которые делятся на 2. Это 24, 30, 60 и так далее. 12. Особенно для циклов. То есть для зацикленных анимаций. Потому что, когда мы будем ставить наш первый и последний кадр, которые должны совпадать, наши промежуточные кадры очень удобно выставлять, когда у нас все ровно делится на 2. И в целом по проекту удобно ориентироваться. Вот. После того, как мы тут поставили 24, приступаем к нашей анимации. Первое, что мы сделаем, это добавим вот такой поворот хвоста зацикленный. Мы нажимаем R. Тут ставим наш ключ кейфрейм. Нажимаем здесь на часики. Теперь дублируем его на конец нашей композиции. Допустим, это будет 2 секунды. Я предлагаю нам не по секундам ориентироваться, а по кадрам. Так будет намного удобнее. Мы с зажатым контролом нажимаем левой кнопкой мыши вот сюда. Теперь у нас все в кадрах. 24 кадра это 1 на 6 секунда. 48 это 2. Мы идем на 48 кадр и дублируем наш ключ вот сюда. Теперь делаем наш поворот. Выставляем тут, допустим, минус 25. Кадр сразу же зафиксировался наш ключевой. Мы его копируем. Делаем сюда. Теперь идем на 24 кадр, то есть ровно на середину. И делаем то же самое, только в обратном порядке. 25. Вот. Смотрим нашу анимацию. Она есть, но пока она довольно деревянная. Потому что наши ключи, они не сглажены. На них нет из инов, из аутов. Так вот. Мы выбираем наши ключи. Делаем F9. Это самый элементарный из ин, из аут. То есть наша анимация, она начинается не сразу, как вот сейчас я поставил ключ такой. Вот. Она сразу же начинается с одной скоростью и идет с ней. А если мы выберем наши ключи и нажмем F9, она будет начинаться с небольшим затуханием и разгоном. Посмотрим. Вот. Выглядит намного интересней. Теперь, чтобы зациклить все это дело, нам нужно выбрать expression loopout. Делается это так. Мы наводим нашу мышку на часики вот сюда. И зажав Alt, нажимаем на них. После того, как мы зажали, появилась вот такая строчка. Руками мы ничего писать не будем. Тут есть уже готовые expression. Нажимаем сюда. Потом выбираем property. Тут выбираем loopout. После того, как мы выбрали его, наша анимация продолжается. То есть после вот этого ключа у нас просто повторяется все с нашего первого кейфрейма. Если мы поставим кейфрейм здесь, то у нас будет вот тут пустота. То есть не будет никакой анимации. Ну и главное, чтобы первый и последний кадр, они совпадали. Тогда у нас будет бесшовный цикл. Теперь после того, как мы заанимировали поворот нашего хвоста, нам нужно погнуть его, чтобы он гнулся при повороте. Мы идем в наш эффект band. Нажимаем на часики здесь. Нажимаем кнопку U английскую. Она раскроет все наши ключи, которые на данный момент стоят в нашей композиции. То есть вот наша композиция закрыта. Мы нажимаем U и раскрываем все наши кейфреймы, которые у нас стоят. Ставим здесь значение, допустим, минус 25 пусть будет. Идем на этот кадр. Здесь ставим значение 25. И копируем наш минус 25 вот сюда. Также делаем F9. Смотрим. Изгиб есть, но он не пластичный. То есть не хватает эластики в нашем изгибе. Он ровно повторяет движение нашего поворота. Чтобы добиться эластичности у хвоста band, мы сделаем с вами следующее. Для начала мы добавим опять property, loop out. Все, у нас все зациклено. Получается. Мы идем примерно на 10 кадров вот сюда. И когда наш хвост начинает поворот направо, нам нужно сделать так, чтобы наш изгиб не возвращался в следующую позицию, а доворачивался. Здесь мы ставим значение чуть больше, чем оно было вот тут. Допустим, минус 35. Минус 35. Вот так. А здесь, когда он начинает в другую сторону поворачиваться, мы делаем значение 35. Вот примерно так. После того, как мы это сделали, удаляем наш кадр, который был посередине. Выбираем его, нажимаем delete. Смотрим. Видите, да? Наш хвост, он обрел небольшую пластичность. То есть при повороте он начинает изгибаться в другую сторону, и потом у него идет захлест. И вот из-за этого анимация смотрится куда живее и лучше, на мой взгляд. Но чтобы сделать нашу анимацию максимально пластичной, как вы видите, когда наш хвост доходит вот до этого кадра, наш изгиб у него, он на доле секунды перестает изгибаться. То есть вроде у нас пошел захлест, и в этот момент у нас он больше не изгибается, а начинает изгибаться только после этого. Это потому, что у нас на первом и последнем кадре стоит F9. То есть F9 как? У нас доходит значение до определенного, тут оно замирает и опять начинает разгоняться только здесь. Чтобы этого избежать, мы можем использовать ровки frames. Как же это сделать? Мы выбираем наши кадры, первые и последние, и выбрав их, зажав control, два раза кликаем. Раз, два. У нас появляются вот такие кругляшки. Это значит, что эти кадры стали промежуточными, и на них не будет никакой остановки, они лишь будут, через них будет путь наш проходить, и все, и не будет на них останавливаться. Сейчас посмотрим. Как вы видите, у нас захлест доходит досюда, и без остановки он резко начинает меняться в другую сторону. То есть если мы ставим F9, как видите, у нас пошло, и все. И тут у нас он опять начинает разгоняться. Но когда у нас тут стоят наши кругляшки, то хвост становится максимально пластичным. Все, с первым хвостом мы закончили. Фиксируем. Теперь нам нужно добавить анимацию на второй наш хвост, который находится под первым, на вот этот. Первым делом мы накидываем на него эффект Grow Bounce. Как мы помним, по первому хвосту, чтобы он не обрезался по краям нашего слоя. Накидываем, ставим 100, как в первом случае. Теперь мы можем просто скопировать анимацию нашего первого хвоста и перекинуть ее на второй. Если он у нас скрыт, мы нажимаем U. У нас открываются все наши ключи. И с Control мы выделяем их. Нажимаем Control-C. И тут мы нажимаем Control-V. У нас скопировалось... Нажимаем опять U. Смотрим. У нас скопировалась вся наша анимация. Только неверно перенеслись наши Start и End. Мы их выставляем. Start ставим примерно вот сюда. А End ставим вот так примерно. Смотрим. В целом все работает, но они движутся прям идентично. Чтобы этого избежать, мы выбираем наши кадры, которые в середине. И сдвигаем их на два вправо. Раз, два. Мы их сдвинули. И теперь у нас есть небольшой захлест, который придает живости. Вообще смещение это очень важный момент, особенно в какой-либо персонажке. Когда наши кадры соответствуют друг другу, то есть все наши позы и так далее, они идут ровно по каким-то таймингам, лучше всего рассинхронить наши ключи, раскидать их чуть-чуть на один, на два. Это добавляет живости и микро каким-то движением. И из-за этого кадр он очень сильно оживает. Я вот советую вам всегда, ну, хотя бы пробовать, просто раскидывать ключи чуть-чуть как-нибудь рандомно по нашему таймлайну. Не сильно хватит буквально одного-двух кадров. Смотрим, нам все нравится, мы зафиксировали эту анимацию с хвостом, готово. Хвост мы блокируем. Нажимаем тут блок. Мы можем также заблокировать тело наше, потому что оно сейчас будет нам не нужно, оно вообще у нас на этом этапе не анимируется. Теперь переходим к анимации наших передних плавников. Вот они оба. Выбираем один из них, допустим, вот этот. Нажимаем Y, переносим его якорную точку в основание. W, проверяем, что он вращается у нас верно. Теперь все, что нам нужно сделать, это скопировать анимацию нашего хвоста на плавник, потому что по своей сути он также у нас вращается с захлестом. Но перед этим мы накидываем Grow Bounce со значением 100. Выбираем, нажимаем U, выбираем, чтобы все у нас скопировалось с экспрессными ключами. Ctrl-C, наш плавник, Ctrl-V. Все у нас скопировалось, кроме опять нашего старта и end. Выставляем старт на основание плавника и end чуть выше, чем наш плавник заканчивается. Смотрим. В целом то, что нужно, но наши плавники передние нужно заанимировать ровно в два раза быстрее, чем наш хвост. Как же нам это сделать? Мы выбираем все наши ключи, которые тут стоят. Перед этим нажав U, проверив, что они точно у нас все выбраны. Мы их выбираем. После этого, зажав Alt и выбрав последние наши ключи, мы их тянем. Тянем мы их до 24 кадра. Вот он. Потому что у нас все было 48 кадров разделить на 2, 24 ровно секунды. Кстати, важный момент, чтобы было удобно вот так вот искать, особенно когда у вас очень длинные композиции и вам нужно перейти к какому-то конкретному кадру. Тут вводим 24, Enter и нас сразу же перекидывает на нужный кадр. Так вот, выбрав все наши ключи и зажав Alt, выбрав последний наш кейфрейм, мы просто тянем. Тянем до 24 кадра. Как вы видите, они пропорционально сжимаются. Но при этом у нас пропал один из наших круглых кейфреймов. Мы его опять делаем. Зажав Ctrl, два раза нажимаем на него. Теперь смотрим. В целом, то, что нужно, сейчас кажется, что он очень быстро вращается. Но так как я уже делал эту анимацию, когда рыбу пускаешь по пути, все выглядит окей, все как и нужно. То есть мне тоже изначально показалось, когда я делал эту анимацию, что он как-то уж слишком судорожно им вращает. Но по итогу, когда накидываешь его на путь, когда он начинает по пути своему странствовать, по воде, все выглядит отлично. Единственное, что можно убавить, это сам поворот. У нас стояло минус 25, 25. Вот тут вот. Мы делаем тут 20. А тут делаем минус 20. И копируем вот этот минус 20 вот сюда. Вот так примерно это выглядит теперь. Окей. Теперь мы скопируем этот плавник и перенесем его вот сюда. Потому что зачем нам делать еще раз ту же самую анимацию, если мы просто можем ее скопировать. Для этого мы удаляем вот этот наш плавник. Удалили. Теперь мы сделаем прикомпоз этого плавника. Выбираем его. Нажимаем Ctrl-Shift-C. Опять же выбираем, чтобы он перенес все наши эффекты, засунул внутрь композиции. Они нам сверху не нужны. Если нас все устраивает в одном из плавников. Нажимаем ОК. Вот этот комп 1 сотрем. Вот. Теперь нажимаем Ctrl-D, выбрав наш слой с плавником. Правой кнопкой Transform и повернуть по горизонтали. Мы его повернули по горизонтали. Вот он. Теперь мы его вручную примерно настраиваем так, чтобы он был идентичен нашему другому плавнику. Этого якорную точку мы ставим примерно вот сюда. И на глаз мы примерно вот так делаем. Чтобы он был идентичен. Проверяем. Все отлично. Он у нас... Они у нас одинаково двигаются. Все ОК. Но что хотелось бы сделать? Хотелось бы сделать, чтобы они у нас поочередно делали. Чтобы, допустим, правый плавник идет вверх, а левый идет вниз. Как же нам это сделать? Мы вспоминаем, что сейчас у нас весь цикл занимает 24 кадра. Делим 24 на 2, получается 12. Идем на 12 кадр. То есть это у нас одна первая фаза. То есть вверх-вниз у нас получается 24, а одна фаза вверх у нас получается 12. На 12 кадре один из плавников мы разрезаем. Ctrl-Shift-D. Удаляем нижнюю часть. И присоединяем его к нулевому кадру. Вот идем сюда и сдвигаем его вот так. Смотрим. В целом он ими, как мы и хотели, поочередно машет плавниками. Теперь, если нас все устраивает в анимации, мы выделяем Ctrl-A. А, видите, вот эти не выделяются. Мы снимаем с них блок. Нажимаем Ctrl-A. Это сочетание клавиш выделяет все слои в нашем Прекомпозе, в котором мы сейчас находимся. Нажимаем Ctrl-Shift-C. Тут он нам даже не предлагает вывести эффекты вверх, так как слоев много. На них разные эффекты. Вот, соглашаемся. Называем это Carp-1. Carp-1. Теперь поворачиваем нашего карпа, чтобы он был горизонтально. Вот так мы его поворачиваем. Нажимаем E, чтобы видеть границы кадра. Вот так примерно. Смотрим. И теперь нам нужно обрезать нашу композицию, чтобы избавиться от лишней альфы, которая нам не нужна. Нажимаем правой кнопкой, либо используем автокроп. Только при автокропе, в данном случае, будет одна неприятность. Когда мы разрежем, мы увидим, что наш хвост, он разрезает по текущей позиции. То есть вот в данный момент у нас ничего не выходит за границы кадра. Но если мы посмотрим дальше, так как у нас есть анимация, дальше у нас хвост уходит за границы кадра. Поэтому мы вручную еще подгоняем чуть-чуть, чтобы... Ну, делаем больше нашу композицию, чтобы у нас ничего не залазило. Но при этом мы избавляемся от лишней альфы, которая нам не нужна. Вот так смотрим. Все отлично. После того, как мы избавились от нашей лишней альфы, можно выводить все это как секвенцию. Секвенция — это порядочная последовательность кадров, которую мы потом закинем в After Effects, и он ее будет проигрывать как слой. То есть слой с видео, которое состоит из изображений. Каждый наш кадр — это будет изображение, и они будут просто сменять друг друга. У нас тут цикл. Цикл у нас длится 48 кадров. То есть мы идем вот сюда на 48 кадр. Вот сюда. И тут у нас, по идее, заканчивается наш цикл и начинается новый. То есть в целом нам хватит 48 кадров нашей секвенции. Теперь мы ограничиваем, чтобы у нас полностью вся вот эта вот наша вот композиция не рендерилась. Мы идем на 48 кадр и ограничиваем окно нашего рендера, чтобы у нас рендерилось только 48 кадров. Это делается кнопками B и N. Б — начало, N — конец. Начало у нас уже стоит на нулевом кадре. Нажимаем N. Оно у нас вот сюда вот. То есть на 48 кадр. Перекинулось. Проверяем, что тут у нас стоит на нулевом кадре. Теперь нажимаем Ctrl-M. Это перенесет нас в окно нашего рендера. То есть закинет наш pre-compose, в котором мы сейчас находимся, на рендер. Нажимаем Ctrl-M. Теперь нам нужно выставить в настройках, чтобы у нас была PNG-секвенция. Для этого вот здесь мы выбираем в формате PNG-секвенция. И еще я хочу, чтобы это было все с альфа-каналом. То есть чтобы у нас вот эти вот бело-серые квадратики, они были альфа-каналом, они не были черным цветом. Чтобы мы закинули нашего карпа, и он был с прозрачным фоном. Поэтому тут мы выбираем RGB плюс альфа. Нажимаем ОК. Смотрим, куда все это сохраняется. Это выбираем вот здесь. У меня есть уже папка секвенции, так как я уже рендерил секвенцию. Смотрим, чтобы галочка стояла тут. Это он в под папку. То есть он создаст отдельную папку с именем, которое мы назначили здесь. И там уже будет все наши 48 изображений пронумерованных. Называем папку Carp1. Секвенция. Сохранить. Нажимаем Render. После того, как у нас все это отрендерилось, мы вспоминаем, что у нас было два карпа. И мы для этого вначале вскрасили все в разные цвета и делали два тела. Поэтому мы заходим в нашу композицию. Выключаем все, что с единицей. И включаем все, что с двойкой. То есть красные слои наши включаем. Также заходим в хвост. Делаем то же самое. Тут делаем то же самое. Заходим. И рендерим теперь этого карпа. Только в папку Carp2. После того, как мы отрендерили две секвенции наших карпов, мы переходим ко второму этапу. Во втором этапе нашего урока мы пустим наших рыбок по пути. И уже полностью закончим с их анимацией. Этот этап будет не такой длинный, как первый, но не менее значимый. Наверное, даже самый значимый из всего этого урока. Потому что мы здесь будем рассматривать плагин BOA и как пустить наш объект по маске, чтобы он по ней деформировался. Второй этап. Первое, что нам нужно сделать, это перенести наши секвенции в проект. Я создал новый проект Part2. Перекидываем их сюда. Первую. И вторую. После того, как мы их перекинули, автоматом они перекидываются в 30 кадров. Если мы их выберем, видим, что тут 30 кадров. Мы можем нажать Ctrl-Alt-G. И тут написать 24. То же самое сделать тут. Вручную это делается вот так. Нажимаем сюда, идем сюда и тут Main. Тут наши настройки. Теперь нам нужно переименовать наших карпов в Carp1 и Carp2, чтобы нам было удобнее ориентироваться в проекте. Называем Carp1, а это и называем Carp2. Теперь первого нашего карпа мы должны поместить в композицию. Чтобы это сделать быстро, мы можем просто перетащить нашу секвенцию вот сюда. И у нас создастся композиция по размерам, по длине и по количеству кадров, равная нашей секвенции. То есть вот так. Но у нас тут появился лишний один кадр. То есть вот 48 кадров и тут один кадр, который мы даже не можем выбрать. Чтобы от него избавиться, нажимаем правой кнопкой Composition Settings. Тут делаем 48. Окей. Теперь нам нужно прекомпозить нашу секвенцию. Выбираем ее, нажимаем Ctrl-Shift-C. Смотрим, чтобы тут стояла у нас галочка вот снизу. Окей. Теперь нам нужно удлинить нашу основную композицию, допустим, до 15 секунд. Переводим кадровое значение опять в секунды с Ctrl-Shift-C, нажимаем правой кнопкой мыши Composition Settings. Тут вместо 2 секунд пишем 15. Окей. Все, смотрим. Тут у нас анимация пропадает. Как же нам ее зациклить? Мы выбираем наш слой с карпом. Так, его назовем. Карп 1. Выбрав его, нажимаем Ctrl-Alt-T. У нас включается Time Remap. Теперь мы этот Time Remap должны зациклить. Сначала мы его продлим, наш кадр, вот так вот. До 15 секунд. Раз. Все, как видите, тут анимация у нас замирает. То есть у нас не происходит опять. Нам нужно, чтобы она опять запустилась заново. Поэтому мы идем сюда. Property Loop Out. Готово. После того, как мы зациклили нашего карпа, нам нужно сделать еще один Pre-Compose. Да, Pre-Compose много не бывает, но это нужно для того, чтобы наш Time Remap скрыть снизу. Нажимаем Ctrl-Shift-C. И еще раз делаем Pre-Compose. Теперь выбираем, ну, точнее, снимаем выбор с нашего карпа. Выбираем просто наш Pre-Compose. Нажимаем правой кнопкой Composition Setting. И тут делаем 1920 на 1080. 1080 на 1080. Окей. Вот наша композиция. Теперь создаем Adjustment Layer. Создается он быстрым сочетанием Ctrl-Alt-Y. Либо же вручную он создается так, New. И тут Adjustment Layer выбираем. После того, как мы создали наш Adjustment Layer, мы должны нарисовать маску, по которой будет плыть наш карп. Выбрав наш Adjustment Layer, выбираем здесь Pen Tool, либо просто нажимаем G. Теперь рисуем путь нашему карпу маской на нашем Adjustment. Пусть он будет примерно вот таким. Главное сделать побольше изгибов, чтобы он был всегда плавный наш путь. Но если что, мы маску в дальнейшем поправим. Какой-нибудь его вот такой нарисуем. Цвет маски я выберу чуть-чуть другой. Допустим, сделаю его темным, так как у нас он светлый. Вот такой, чтобы нам было видно нашу маску. Вот руками примерно делаем прикольный какой-нибудь изгиб. Вот так. Вот после того, как мы нарисовали наш примерный путь, мы накидываем эффект Boa на наш Adjustment. Пишем тут Boa, выбираем его. Теперь нам нужно настроить его. Первое, что делаем, идем вот сюда и выбираем наш Source File, то есть нашего карпа. Мы его выбрали. Все отлично. Теперь идем вот сюда и выбираем нашу маску, по которой он будет путешествовать. Маска первая. Вот. Смотрим, что наш карп очень уж большой. Ровно для этого мы его и в Pre-Compose кидали. Идем в наш Pre-Compose, выбираем нашего карпа, нажимаем S, то есть Scale выбираем. И делаем его, допустим, 60% от его текущего размера. Возвращаемся. Смотрим. Вот. Наш карп стал меньше, но мы видим тут небольшую черную обводку неприятную в такой 1 пиксель. Это проблема плагина BOA, то что он добавляет какую-то непонятную обводку, вот это пол пикселя, 1 пиксель. Чтобы от нее избавиться, мы выбираем наш adjustment. Тут пишем Simple Choker, накидываем его и делаем у него значение 1. То есть он срезает ровно 1 пиксель от нашего карпа. В данном случае наш карп проецируется на adjustment с маской. То есть если мы накинем вот сюда, ничего не сработает. Вот смотрите. Раз и все. Тут ничего не происходит. То есть нам нужно на adjustment именно кидать Simple Choker. Можно попробовать значение чуть меньше. Ну нет, обводка все равно видна, так что единица самое оно. После того, как мы пустили нашего карпа по маске, теперь нам нужно его заанимировать. Для этого мы идем в start point. Откручиваем его примерно до позиции, чтобы карпа не было видно. Ставим точку, нажимаем U, чтобы открыть. И идем, допустим, на 12 секунду. То есть 12 секунд он будет проделывать весь этот путь. И откручиваем тут до того, пока он полностью не исчезнет из нашего поля зрения. Теперь смотрим. Если у вас превью лагает, можно тут поставить quarter. То есть качество будет в 4 раза хуже, но зато будет быстрее все проигрываться. В целом мне нравится, но он довольно медленный, как мне кажется. Можно, наверное, сделать 8 секунд попробовать. Вот так уже куда интереснее и лучше получилось. То есть саму маску мы можем изменять в процессе анимации. То есть делать больше изгибов или что-то такое. Допустим, чтобы он сюда еще с изгибом выходил, чтобы он вот так вот раз, и тут еще проворачивался разок. Вот так, допустим. Вот. Анимация первого нашего карпа готова. Теперь, как вы помните, у нас их было два. Нам нужно пустить второго карпа. Для этого мы полностью делаем прикомпоз наших слоев, выбираем их, ctrl-a, ctrl-shift-c. Полностью мы их прикомпозили. После того, как мы их полностью прикомпозили, мы дублируем один из слоев, вот этот, ctrl-d. Теперь нажимаем правой кнопкой, transform, и по вертикали поворачиваем его. Смотрим. Вот так. И еще и по горизонтали повернем. Вот так. Отлично. Теперь их чуть-чуть рассинхроним между друг другом. Вот так. Чтоб они чуть-чуть друг за дружкой как бы шли. Но он тут не очень красиво наслаивается, поэтому сделаем вот так, и чуть-чуть его правее подвинем. Вот так, допустим. То есть они тут начинают друг за дружкой плыть. Вот так, например. Они плывут-плывут. И тут он его... Раз, и они расходятся. Теперь нам нужно одного из наших карпов заменить на другого, чтобы они были не одинаковые, а расцветка у них была разная. Если сейчас мы в одном из наших прикомпозов заменим карпа, то он заменится и во втором тоже. Как же нам быть? Мы нажимаем правой кнопкой Reveal layer source in project. Копируем эту композицию и сальтом перетягиваем ее, заменяя здесь. И так делаем с каждой нашей композицией. Reveal layers in project. Ctrl D и сальтом перетягиваем. Тут то же самое. Ctrl D и сальтом перетягиваем. Все. После того, как мы все перетянули, здесь мы можем заменить нашего карпа на другого. Вот карп 2. Также с альтом можем перетянуть зажатый альт. Мы перетягиваем, раз он у нас заменился. Идем в нашу основную композицию. Можно пользоваться плагином TrueCompDublicator. Он у вас автоматизирует эти действия. Он, кстати, бесплатный. Я оставлю ссылку, она где-то вот здесь сейчас появится. То есть там изначально написана цена, но если вы ее удалите и поставите ноль, то вы просто его скачаете. Главное вам там зарегистрироваться на сайте. И он бесплатный. То есть мы можем выбрать нашу композицию вот здесь. Тут выбрать суффикс новый. Нажать Duplicate Selected. И она скопирует у нас все и дочерние тоже в ней. Под новые. Ну вот. Это сэкономит очень много времени. Особенно, когда дублировать надо много композиций. И, ну, это полезно. Советую. После того, как анимация наших рыбок готова и она нам нравится, нам нужно вывести их секвенции. Чтобы сейчас их в проект не закидывать, это сильно утяжелит весь проект. Нам это не нужно. Просто их секвенции выведем. Ищем кадр, где они полностью ушли. Это у нас восьмая секунда. Их уже нет у нас на экране. Нажимаем N. То есть мы задаем конец нашей композиции, которая будет рендериться. И начало у нас вот здесь будет. Также Ctrl-M. И тут уже вы знаете, как рендерить секвенцию. После того, как вы отрендерили секвенцию, мы приступаем к третьему этапу. Итак, мы с вами добрались до третьего этапа. На этом этапе мы с вами заанимируем все окружение, которое у нас есть. Это вода, лилии, лепестки и водомерки. Для третьей части, для окружения, я создал отдельный проект. Это уже будет наш финальный проект, в котором мы будем делать сборку на четвертом этапе. Ну, общий композитинг нашего видео. Нам нужно нашу иллюстрацию, часть 2, перекинуть в наш проект. Мы это делаем. Ждем, пока она перекинется. Также выбираем тут Composition, тут Layer Size. После того, как она у нас перекинулась, заходим вот в эту композицию с нашей иллюстрацией. Мы видим, что она чуть больше, чем должна быть. Это нормально, так и нужно, чтобы у нас ничего не обрезалось, ни лилии, ни камушки не обрезались по нашей композиции, потому что они будут чуть-чуть анимироваться. Нажимаем тут правой кнопкой Composition Settings и тут выбираем 1920 на 1080. Окей. Теперь мы выбираем все наши слои и нажимаем кнопку Collab Transformations. Мы ее нажали. Это нужно для того, чтобы мы могли их там увеличивать, допустим, и они всегда оставались векторными. То есть, если мы ее отключим, она у нас станет растровой и развалится на пикселе. После того, как мы это сделали, нам нужно удалить нашу волну. Сейчас объясню для чего. Мы ее удаляем, наши волны, все вот эти. Теперь идем в наш IE-файл. Тут выбираем наши волны, потому что они у нас с градиентами и с режимом наложения. Они нам нужны пасами, то есть с шейпами, потому что мы их будем анимировать, поэтому мы перекинем их через Overlord, как мы делали с вами в предыдущем уроке по Ньютону. После того, как мы выбрали наши волны в Иллюстраторе, возвращаясь в After Effects, мы просто нажимаем Pull Selection from IE в Overlord. Вот наши волны перенеслись. Мы их объединяем в один Pre-Compose, Ctrl-Shift-C, назовем это Waves. И не забываем Collapse Transformation, что Blending Mode отлично работал у нас. Дальше мы сгруппируем все остальное. У нас есть Brow Body, это наша водомерка. Мы ее тоже засунем в отдельную композицию. Также мы поступим с Flowers. Выбираем все 16. Назовем их Flowers. А водомерку назовем Bug. Так же с лилиями. А вот камни, камни на заднем плане, и задний план мы оставим как есть, без изменений. Здесь везде мы прожимаем Collapse Transformation. Все, начинаем анимировать по частям. Первое, что мы заанимируем, это наши волны. Заходим в композицию с волнами. Вот, что мы видим. Выберем первую волну. Нажмем здесь, чтобы скрыть все остальные и оставить только ее. Она нам нужна для анимации. Мы видим, что она уже изначально изогнутая. А нам нужна она ровная. Я хочу ее заанимировать эффектом Waves. То есть пустить по ней деформирующую волну. Как же нам это сделать? Мы выбираем группу, в которой находится паз нашей волны. Нажимаем тут Add, паз. Мы добавляем сюда новый паз. Рисуем примерно по ней, только не изогнутую, а ровную линию. Вот примерно вот так вот. И удаляем наш первый паз изогнутый. Готово. Теперь накидываем на нашу волну эффект Waves. Wave Warp. Мы его накинули, и мы видим, что он работает от края. Нам опять же поможет наш эффект Grow Bounce. Мы кладем его выше Wave Warp. Ставим значение 100. Тут выберем Full качество, чтобы видеть волны получше. И, наверное, включим черный фон. Что мы видим? У нас есть волна, но она не такая, как нам нужно. У нас есть высота наших волн и ширина наших волн. Тут мы установим значение, допустим, 80 на 20. Теперь нам нужно выбрать direction нашей волны, то есть направление. Вот примерно вот так. Мы его выберем. Дальше здесь мы сделаем ее вот такой, допустим, 350. и высоту 25. Примерно так. Смотрим. В целом то, что нужно, только она очень быстро у нас идет. У нас есть скорость нашей волны. Сделаем ее 0.2. Вот такой. Медленный и плавный. В целом все окей. Только мне не нравится, что она полностью одинаково деформируется. Мы можем запинить одну из сторон нашей волны. Выбираем здесь pinning и тут bottom edge. То есть мы начало нашей волны, вот эту сторону, мы запинили. То есть она не изменяется и от нее начинает исходить наша волна. То есть тут, грубо говоря, старт нашей волны, на которую не действует деформер. Смотрим. Вот примерно так. То есть очень плавная, медленная анимация. То же самое мы делаем с другими волнами. Мы сделали анимацию наших волн. Я оставил примерно такие же значения, только изменил скорость нашей волны. я поставил у первой 0.2, у второй 0.3 и у третьей 0.1, чтобы они чуть-чуть различались. Смотрим, как это смотрится здесь. Отлично, мне нравится. Теперь волны мы наши отключаем, чтобы они у нас не загружали наш компьютер. Жука мы пока пропустим. Заанимируем наши лепестки. Зайдя в наш Precompose с нашими листиками, мы видим, что каждый из наших листиков на отдельном лейере находится. Анимировать мы их будем Expression Wiggle. То есть мы добавим им небольшие колебания на воде. Ну, вот как они на воде находятся. У них небольшие колебания под ветром, под волной. Вот. Первое, что мы открываем, это Rotation. Нажимаем правой кнопкой, и тут пишем Wiggle. Написав его, он сразу у нас в последних версиях программы есть автопоиск слов в панели Expression. Он сразу нам предложит дописать его. Нажав сюда, мы видим Wiggle с открытой и закрытой скобкой. Внутри этих скобок мы вписываем значение 0.5,20. Сейчас объясню, что это такое. Сам Expression Wiggle на заданном параметре задает тряску этого параметра. То есть, допустим, мы накинули сейчас на Rotation. 0.5 и 20. 0.5 это частота колебаний, а 20 это амплитуда колебаний. То есть, смотрите, если мы выделим слой, вот так вот, и посмотрим на него, мы увидим, что он у нас трясется. То есть, а кейфреймов никаких нет. И трясется он довольно медленно, но на такую достаточно видимую амплитуду. Вот, если мы посмотрим в анимации, у нас есть такая тряска. Первая отвечает у нас за частоту наших колебаний. Если мы здесь поставим 20, он будет более судорожно трястись. Вот так. Нам, конечно, такое не нужно, но чтобы вы знали. И если мы ему поставим большую амплитуду, например, 220, он у нас будет делать большие повороты. То есть, его амплитуда станет большой. Самое идеальное тут 0.5, 20. Если вы хотите дробное число, как я здесь ввел, вводите его через точку. Если вы ведете через запятую, то все сломается. Просто вводим здесь wiggle, скобка открывается, 0.5, 20. То же самое мы копируем ему в позицию. Открываем позицию. Ctrl-V. Вставляем сюда. И у нас будет такая же тряска тут только в позиции. В позиции мне не нравится, что он так сильно уж ходит по воде. Поэтому поставим здесь амплитуду 10 в позиции. Как же нам скопировать это на остальные? Можно, конечно, вручную открывать и копировать на каждую, но это займет достаточно много времени. Поэтому мы открываем тут полностью наши параметры. Выделяем position и rotation там, где у нас есть expression. Нажимаем правой кнопкой copy expression only. Нажимаем, выбираем все наши остальные слои. Нажимаем Ctrl-V. И на них на всех применяется наш expression. Очень удобно. И они у нас начали жить, трястись. То есть, грубо говоря, по воде. Пусть даже кажется, эта анимация достаточно незначительная, что ее не видно, но на самом деле в общем кадре это добавляет очень много живости. Если у нас есть статичный объект, он очень сильно начинает выделяться на фоне всего остального. Поэтому вот такие вот мелкие детали, они очень нужны. Далее переходим к анимации наших лилий. Анимироваться они у нас будут по принципу наших листочков. Только единственный момент, что у нас тут у них, видите, большой артборд. Поэтому нам вручную придется выставить им от карпоинты в центр. Здесь нам нужны немного другие значения, так как у нас объекты больше. Если мы добавим анимацию, которая у нас была на наших лепестках, они будут сильно шататься. Поэтому мы на один из них перекинем, посмотрим, как это смотрится и подправим и уже накинем на все остальные. Мы копируем тут Position и Rotation только Expression. Идем сюда, вставляем. Видим, что он уж очень сильно шатается. Нам не нужна такая тряска на нашей лилии. Делаем тут у нее амплитуду допустим, 7 в повороте, а в позиции делаем амплитуду допустим, 5. Еще и скорость наших колебаний делаем 3, точнее частоту. Смотрим так уже куда интереснее. Теперь копируем это на все остальные. Ctrl-V и смотрим. Да, вот ненавязчивая такая анимация у них появилась. То, что нужно. Переходим в нашу основную композицию и видим, что наши камни на заднем плане еле видны. Это все потому, что у нас слетел режим наложения. Тут был Multiply. Ставим его. Все, видим наши камни на заднем плане. Теперь нам осталось заанимировать нашу водомерку. Вот она. Мы видим, что он у нас одним слоем. Как же его анимировать? Так как он у нас без градиентов и без режимов наложения, мы очень легко его можем буквально в одну кнопку превратить в векторный слой. Нажимаем правой кнопкой Create Shape from Vector Layer. Мы так сделали. Удаляем уже нашу АИшку, она нам не нужна больше. И видим, что тут у нас создались такие артборды по нашей композиции, которая была в иллюстраторе. Как же их удалить? Мы выбираем один из наших пасов. Вот так вот. Раз. И видим тут точки. И все их вот так выделяем. Нажимаем Shift. Выделяем эти две. Нажимаем Delete. Все, мы их удалили. Они нам больше не мешают. Они нам не нужны. Как же нам ее анимировать? Перед тем, как ее анимировать еще в первый раз я посмотрел несколько видео про то, как они вообще передвигаются в водомерке. И их движение очень похоже на... Как будто они катаются на коньках либо по льду ходят. То есть они делают очень инертное движение вперед и потом просто плавно и мягко замирают. То есть как бы катятся по воде. Нам нужно повторить это движение. Чуть-чуть они дрыгают лапками, делают быстрое инертное движение и очень-очень плавно замедляются. Вот. Так, как же нам это сделать? Первым делом нам нужно им анимировать лапки. Мы вот так вот проходимся, находим лапки. здесь выбираем паз, нажимаем, идем до нулевой секунды, нажимаем кейфрейм на паз первой лапки, то же самое со второй, теперь третья и четвертая. Все, мы сделали это. Теперь мы нажимаем U, чтобы скрыть ненужные нам. Вот у нас есть четыре лапки наших. Четыре ключа на четыре лапки стоят. Далее мы идем например на пятый кадр и вот так вот меняем наш паз, как будто он сорвался. Ну, сорвался с места, сделал толчок этими лапками. Вот, допустим, вот как-то так он сделал. И кадре на восьмом он у нас вернулся обратно. Мы копируем наши изначальные ctrl-c, ctrl-v. Смотрим. В целом, оно только нужно поработать над движением. Давайте попробуем f9, если что, тогда придется нам пользоваться motion2, и я объясню, если не получится f9 это сделать. Нет, ну, увы, не получается. Тут f9 уже не работает, выглядит все это странно. Поэтому мы прибегнем к motion2. Супер туза нужна для того, чтобы редактировать графики скорости наших ключей. Очень нужная вещь, вообще, наверное, самый нужный скрипт, который есть, упрощает, я не знаю, сколько он мне часов сохранил, ну, рабочих, сэкономил, но вообще всем рекомендую установить, ознакомиться, потыкать, вы, в принципе, поймете, как он работает довольно быстро. То есть, чем мы больше ставим значения здесь, тем больше либо наш старт получается, ну, тем более инертный получается наш старт и наш финиш, то есть, затухание и ускорение. А это работает на обе стороны, то есть, и в эту, и в эту. Стильно сейчас останавливаться на графиках я не буду, чтобы не затягивать, и так урок получается довольно объемным. Я лишь покажу, что нужно нажать для того, чтобы получилось нашу водомерку сделать красивой анимацию нашей водомерки. Первое, что нам нужно сделать, мы выбираем последние наши ключи, и вот здесь выставляем значение примерно 80. Сделаем очень-очень плавное затухание. Вот так. И их смещаем кадра на два, допустим, на восьмой кадр. Вот так. Тут мы лапки чуть ему раскидаем. вот так. Он ими вот так будет несинхронно двигать. Раз. Вот этот можно, наверное, сюда ближе. Вот так. Мне нравится, что получилось. Сейчас мы перейдем к движению его по позиции и поворот. То, что он стартует резко, и потом плавно начинает оттормаживаться. Как же мы это сделаем? Мы открываем здесь позиция, ставим первый ключ и также ротейшн, тоже первый ключ. Он у нас срывается где-то вот на втором кадре. Мы переносим наш позиция и ротейшн на второй кадр. И пусть он долго-долго будет останавливаться, допустим, прям до второй секунды. Проходить за это время он будет вот такое расстояние. Мы делаем, у нас сразу тут появляется кадр, и еще и будет проворачиваться вот так вот. Выбираем эти последние ключи, делаем тут тоже 80 на них. Смотрим. То, что нужно. Вот прям как я и хотел. В целом поворот можно еще чуть больше, что он уже оттормозился, но все же его как бы поворачивает по инерции из-за того, что у него соприкосновение с водой минимальное, он получается как на льду, и то есть его заносит. Посмотрим. Раз, он уже оттормозился, но его все еще поворот у него идет. Вот такая вот у него получилась анимация. Теперь нам нужно сделать хотя бы второе движение подобное, что он постоял, постоял и дальше куда-то побежал, поскользил. Идем на четвертую секунду, копируем все наши движения его рывка, Ctrl-C, Ctrl-V, вот сюда. Опять же, идем на два кадра вправо, раз-два, ставим Position Rotation, здесь делаем обычные наши ключи, уводим их сюда, и допустим он у нас пойдет правее, вот так, и поворот он сделает вот такой. Также тут выбираем 80 затухания, поворот чуть делаем правее, вот так, смотрим, он дошел, стоит то, что нужно. Он оттолкнулся и полетел вправо, но на самом деле вправо выглядит так себе, можно его чуть-чуть левее пустить, допустим, вот так, и поворот мы сделаем ему вот такой. Мне кажется, так будет лучше, а то он получается у нас идет вправо, а лапками как будто хочет в эту сторону. Вот, и чуть-чуть больше его повернем, вот так, например. По-моему, отлично и то, что нужно. Фиксируем анимацию, если нам все нравится, мы возвращаемся в наше окружение, вот здесь у нас есть наш жучок уже. Мы его смотрим, как он у нас тут анимируется, мы оставим только лилии и жучка, чтобы посмотреть, не соприкасается ли он с ними. Вот мы видим, он отталкивается от лилии, поэтому мы нашего жучка чуть-чуть выше поставим. Вот так, например. Раз, и он покатился. До сюда и потом сюда. Жучка мы отдублируем, повернем его по горизонтали, вот сюда и сместим сам, чтобы он у нас не совпадали у них движения. Вот идеально. Двух жучков, я думаю, будет достаточно, этого даже можно, наверное, сделать чуть поменьше. Вот так, чтобы они совсем одинаковыми не были. Вот. Можно сделать их больше, там 3-4, это уже на ваше усмотрение. Отключаем вот эти точечки, возвращаем все как есть. В целом с этой частью закончено. Теперь у нас осталась четвертая часть, соединить все, что мы сделали в единое видео, то есть сделать такой некий композитинг всего этого дела. Итак, заключительный четвертый этап. В этом этапе мы соберем воедино нашу анимацию и добавим небольшую постобработку. Работать мы будем в проекте из предыдущего этапа, парт 3. Первое, что нам нужно сделать, это закинуть на секвенцию наших карпов, где два карпа у нас плывут. После того, как мы закинули нашу секвенцию, которую мы сделали с вами во втором этапе, мы нажимаем Ctrl-Alt-G, 24 кадра ставим и перетаскиваем ее вот сюда. Смотрим. В целом, по анимации мне все нравится. Теперь у нас осталось пофиксить такую штуку, что у нас наши карпы не вписаны внутрь кадра, то есть они как будто сверху всего этого. Первое, что мы делаем для этого, мы засовываем наших карпов в еще один прикомпоз. Нажимаем Ctrl-Shift-C, выбираем внизу, готово. Наши карпы внутри прикомпоза находятся теперь. Теперь мы создаем Adjustment Layer, Ctrl-Alt-Y. На него мы накинем Turbulent. Вот он. Им мы сфейкуем искажение воды, что как будто вода искажает все, что под ним. Настройки у него мы поставим на глаз, примерно здесь сделаем 15, а размер сделаем 300 примерно. Тут можете покрутить сами, как вам понравится. И крутя вот этот ползунок, мы будем анимировать все это дело. Но чтобы вручную не ставить нам кадр вот здесь, потом идти в конец, ставить кадр здесь, мы можем заанимировать это expression. Мы нажимаем здесь Alt и пишем Time умноженное на 20. То есть мы просто задаем анимацию нашему параметру Evolution через expression. То есть каждую секунду у нас будет прибавляться по 20 относительно значения, относительно куда мы это закинем. Если мы это закинем в position по 20 пикселей, если мы это закинем в поворот по 20 градусов, соответственно. И то есть каждую секунду у нас будет анимироваться на 20. Если мы поставим 100, за секунду у нас уже будет поворот 100 градусов. Смотрим. В целом искажения почти даже не видно. Наверное, можно amount чуть больше поставить. Пусть они сильнее изгибаются в воде. Ну так уж совсем сильно. Пусть будет 15. смотрим. В целом мне нравится. Теперь сдублируем его ctrl d и накинем уже под карпов, чтобы все, что находилось под ними искажалось сильнее, так как оно находится у нас глубже под водой, чем наши карпы. Тут ставим amount 30 и смотрим. И size можно наверное поменьше 150 поставить. Это на нижний то, что мы накинули под карпов. Вот так. Сейчас мы переименуем наш pre-compose с карпами назовем его carbs и накинем на него эффект hue saturation. и сделаем у них поменьше яркость. Примерно вот такую. И сатурацию сделаем их не такими цветными. Вот примерно вот так. Чтобы они не настолько сильно выделялись у нас из всего остального, а то они как будто подсвечены. Далее мы видим, что наши лепестки они почему-то выше лилий стоят. Это ошибка. Мы их ставим под лилии наши лепестки. так. Чтобы этот лепесток не был сверху лилии. Теперь я бы хотел оттенить наши лилии и лепестки от слоя воды. Для этого мы выбираем лилии. Идем в layer style. Drop shadow выбираем. Вот у нас появилась кромка нашей тени. Но мне она не нравится. у нее есть настройки. Опасity мы поставим 25. Далее дистанцию мы поставим чуть-чуть побольше. Например, вот такую. Опасity даже можно 15, чтобы еле-еле эта тень была видна. И далее у нас есть такой параметр как spread. Это насыщенность именно перехода. то есть если вы посмотрите на фул качестве тут видно, что если мы ставим ее 0, они как бы наша тень разблюренная. Но если мы ставим ее 100, она у нас идет ровно и чистая. Чистый край получается. Поэтому ставим 100 и опасности можно даже еще меньше. Прям совсем процентов 5 сделать. вот так посмотрел. да, то, что нужно. Теперь мы копируем этот layer style и накидываем его на наши лепестки. Готово. То же самое мы можем сделать с нашими жучками. Раз. Раз. Теперь мы добавим на наших карпов каустику. Каустика это преломление света через неровность воды, которая будет проецироваться на наших карпов. Для этого мы идем в прикомпост с нашими карпами и накидываем эффект Turbulent Noise на нашу секвенцию с карпами. Мы накинули. Сейчас это смотрится странно, но мы делаем Blending Mode Overlay. Уже смотрится более-менее нормально. Сейчас нам осталось тут значение подправить и будет все вообще отлично. Тут ставим Turbulent Smooth. Делаем Spline и делаем значение контраста допустим 500, а яркости делаем 11. Также мы уменьшаем Complexity до допустим 2,5 вот так и Опастье ставим 50%. Вот так если мы сейчас посмотрим наши карпы плывут а на них как бы просачивается свет через воду. также мы можем заанимировать Evolution у этого всего. Правда не факт что это будет видно если мы будем это делать медленным но давайте попробуем нажимаем сальтом здесь также вводим Time умножить на 20 смотрим по моему отлично возвращаемся в нашу основную композицию смотрим теперь в нашей основной композиции и мне кажется сейчас с каустикой Hue Saturation только все портит давайте попробуем его удалить мы его удаляем и я думаю можно попробовать сделать наших карпов просто чуть попрозрачнее допустим процентов 75 вот так по-моему отлично мне нравится если нам все нравится и нас все устраивает то мне кажется можно добавить единственное что желтый засвет какой-нибудь вот тут с мягким светом чтобы это сделать мы выбираем вот здесь вот зажав кнопку ellipse выбираем цвет какой-нибудь вот такой и рисуем тут вот такой ellipse еле-еле выходящий сюда дальше накидываем эффект пастбокс блюр и делаем значение допустим 55 можно больше крутить пусть будет 500 вот так то есть у нас просто такой оранжевый плавненький свет сверху идет можно сделать его наверное чуть более желтым даже таким если вам все нравится мы фиксируем нашу анимацию и рендерим большое спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось и спасибо и